В эфире программа «Актуальное интервью» и я, ее ведущая, Ирина Цепетова. Сегодня мы поговорим о молодежной политике в округе, в частности, о проведении регионального образовательного форума «Молодежь 83. Энергия округа». У нас в гостях начальник сектора молодежной политики и патриотического воспитания Департамента образования, культуры и спорта Наталья Ермакова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. «Молодежь 83. Энергия округа». Само название говорит о том, что форум соберет инициативных, активных и талантливых представителей молодежи. Сколько участников будет на форуме? Форум, следует сказать, что он уже традиционный. Именно как образовательный форум, именно в рамках Всероссийской форумной кампании, в соответствии с методическими рекомендациями Федерального агентства по делам молодежи, форум уже проходит с 2014 года. И в этом году у нас будет шесть площадок, как уже традиционные, которые с 2014 года проходят, так и уже какие-то новые площадки. Планируется, что участниками форума станет 120 человек, в том числе даже из самых удаленных уголков нашего региона. Ждем всех представителей молодежи в возрасте от 16 до 35 лет. Кому интересна вообще молодежная политика, что в ней происходит и что будет дальше. Как попасть на форум, как зарегистрироваться, как стать участником? Ну, чтобы стать участником форума, надо пройти регистрацию в единой Всероссийской информационной системе АИС «Молодежь». Сначала, да, начиная с 2016 года, там была регистрация пока только на Всероссийские межрегиональные и окружные ССФОшные мероприятия. Теперь все крупные мероприятия нашего региона, они также участвуют во всех крупных мероприятиях нашего региона, тоже регистрируются в АИС «Молодежь». Для этого, если участник уже является участником сайта, ему просто надо перейти во вкладку «Мероприятие» и выбрать форум, который там видно сразу. «Молодежь 83, энергия округа» проходит с 8 по 10 декабря. Либо ему надо стать участником этой автоматизированной системы, зарегистрироваться, ему на электронную почту придет ссылка, перейти по этой ссылке во вкладке вот на своей страничке «Направление работы», «Направление деятельности» выбрать направление, которое ему интересное, и затем выбрать вкладку «Мероприятие». Там человек уже увидит, что есть вот наш океанальный форум. Заполнить совершенно небольшую анкету, где указать возраст, направление, на котором ты хочешь принять участие, какие у тебя есть проекты, и затем выбрать площадку, которая тебе интересна. Сколько человек ожидается на форуме? Сколько готовы принять? Ну вообще на сегодняшний день зарегистрировано порядка 56 человек. Регистрация у нас продолжится до 24 ноября. И хочу сказать, что есть площадки, на которые они уже даже с перебором, есть площадки, куда еще пока там совсем немного. Но вот впервые в этом году мы будем проводить площадку «Координаторы». Она именно для координаторов молодежной политики, которые работают в сельских муниципальных образованиях, которые работают непосредственно с главами и с нами. И на этой площадке вот эти молодые люди, не совсем молодые люди, они получат возможность вообще ознакомиться со всеми нормативно-правыми актами, с конкурсами проектов, с основными мероприятиями, с мероприятиями, в которых может принимать участие их молодежь, их села, получат методические рекомендации по организации мероприятий у них в селах, а также узнают, какие, например, мероприятия они могут проводить у себя в рамках региональных. Например, вот тот же фестиваль ЗОЖ, который взять, да, или массовый забег по направлению ЗОЖ, он у нас как раз, села имеют возможность аналогичные мероприятия проводить у себя. То есть такая обучающая площадка, направляющая? Ну вообще в целом форум весь образовательный. И у нас будет шесть площадок. Это традиционная площадка «Патриот», «Доброволец», «Ты предприниматель». Второй год у нас в этом году будет площадка «Российское движение школьников». И вот впервые в этом году у нас будет площадка «Арктическая школа права». Готовим ее вместе с «Уполномоченным по правам человека» Ларисой Викторовной Свиридовой. И площадка «Координаторы», которая направлена именно на деятельность координаторов в селах. Кроме того, что вот эти шесть площадок, в соответствии с методическими рекомендациями на этот год, есть еще сквозные темы, которые будут проходить через весь форум. И в том числе обязательно, к сожалению, второй год у нас нет площадки по здоровому образу жизни. Но для всех участников, которые участвуют в форуме, эта тема сквозная. Утро будет начинаться, каждое с зарядки. И плюс будут еще другие разные мероприятия по здоровому образу жизни. Вы упомянули о том, что молодежь из села приедет. Каким образом? Как будет транспорт обеспечен, проживание? Ну, доставка молодежи из села предусмотрена в рамках государственной программы молодежи Нинского автономного округа. У нас заложено финансирование специально и в молодежи Нинского автономного округа, и в программе патриотическое воспитание населения Нинского автономного округа. Как раз для того, чтобы представители сельской молодежи могли принимать участие в мероприятиях и молодежной политики, и по патриотическому воспитанию. Поэтому средства предусмотрены, порядка 40 человек мы можем привезти. Плюс мы также не забываем, что есть ребята, которые здесь обучаются в образовательных организациях, они тоже принимают участие. Проживание тоже предусмотрено. Сейчас у нас как раз объявлены торги, вот где-то должны уже скоро будут завершиться. Вообще все конкурсные процедуры проходят в рамках электронного аукциона. Расскажите немножко о спикерах площадок, кого привлекаете к работе, к участию в форуме. Ну, традиционно на площадке «Ты предприниматель» у нас будут спикерами приглашенные, люди, которые как раз занимаются, курируют вопросы предпринимательства. Сейчас проговариваем с Москвой, с Федеральным центром по развитию молодежного предпринимательства и с Архангельском. У них тоже очень хорошо идет это направление, кто оттуда приедет. Естественно, опытом придут поделиться наши региональные успешные предприниматели. Если мы будем говорить о площадке «Патриотическое воспитание», то в этом году она у нас тоже немножко меняет формат. И она больше нацелена уже не на подрастающее поколение, а на тех, кто работает с подрастающим поколением. Потому что мы понимаем, что таким образом мы сможем охватить гораздо больше молодежи. И именно на эту площадку у нас приедут представители регионального патриотического центра Архангельской области. Они как раз расскажут вообще о всех направлениях, которые есть в патриотическом воспитании. Это и гражданско-патриотическое, и военно-патриотическое, и профилактика экстремизма, воспитание толерантности и так далее. И плюс немало времени будет уделено как раз развитию в нашем регионе всероссийского юношеского движения «Юнармия». Потому что тоже есть такое поручение, что мы все наши патриотические клубы, которые у нас существуют, военно-патриотические, спортивно-патриотические и так далее, они сейчас уже должны в дальнейшем объединиться в одно движение, для того чтобы в этой сфере настал порядок какой-то. То есть «Юнармия» объединит все патриотические объединения? Когда было поручение главы государства, предложение министра обороны Шойгу, что именно так же, как российское движение школьников, оно создавалось с целью того, чтобы объединить все разобщенные детские, общественные и молодежные объединения, потому что их огромное количество, они все абсолютно разные, по разным направлениям. Поэтому было создано российское движение школьников, где четыре основных направления, куда подразумевается в дальнейшем вот эти все общественные организации, объединения должны войти, и чтобы ребята, они были как бы в единой сфере, работали вместе, сообща, вот в одном движении. И точно так же потом, затем, после создания РДШ, Министерство обороны предложило, президент поддержал, было принято решение о создании юно-армейского движения, куда планируется, что должны войти в лица все патриотические клубы, включая там и юных спасателей, и юных инспекторов дорожного движения и так далее. Есть, конечно, еще вопросы как раз на федеральном уровне, в регионах-то с этим все в порядке. Есть военно-патриотическое направление в российском движении школьников и юно-арми, и по разному расценивают, где-то говорят, что это одно и то же, где-то Министерство обороны говорит, нет, юно-армия у нас отдельно, но работу в этом направлении мы ведем. И вот площадка, вот российское движение школьников, которое именно будет работать со школьниками, с активистами, с лидерами вот этих четырех направлений, и площадка патриотического воспитания как раз с руководителями клубов, с педагогами школ, педагогами доп. образования, в том числе и сел, с которыми будет идти разговор именно о том, как организовать патриотическое воспитание молодежи. Сейчас новая площадка, да, в этом году Арктическая школа права. Что она подразумевает? Ну, это вообще проект уполномоченного по правам человека в Нинском автономном округе. Сейчас у ребят как раз идет первый семестр. Туда вошли активисты, да, которые интересуются правом, законодательством из школ, из организации профессионального образования. У них вообще по самым разным направлениям, в том числе вот мы с ними недалеко позавчера разговаривали о молодежной политике тоже, о том, что у нас есть, какие вообще главные идеи, цели молодежной политики. Вот, и они вот как бы вот это будет площадка именно для самых лучших, для активистов по итогам вот этого семестра, где у них уже будут и в том числе, кроме вот образовательной программы, встречи с интересными людьми. Вообще планируется, что в рамках нашего форума будет очень много различных интересных спикеров, тем более у нас попадает такая дата, памятная дата России, это День Героев Отечества на 9 декабря. Впервые все участники форума, кто будет находиться на форуме, будут писать тест по истории Отечества все вместе, дружно. Также запланирована встреча с каким-то героем, еще как бы определяем, героев у нас много, кто будет основным спикером, решаем. И, ребята, вот также форум посвящен еще Году Добра, то есть будет именно площадка для всех, где будет рассказано вообще про добровольчество, про то, что тоже и в сфере добровольчества сейчас есть единый сайт доброволецроссии.рф, где тоже все ребята-добровольцы регистрируются, регистрируют свои проекты, регистрируются на мероприятия в сфере добровольчества. С какой целью, если вот спросите, зачем вообще так много АИС молодежи, доброволец России? Вообще это для того, чтобы вот собрать все воедино, не было разобщенности, чтобы велась статистика, потому что вот, например, деятельность в сфере волонтерства, добровольчества, она сейчас уже стала учитываться при поступлении в некоторые вузы, я не скажу, что во все, но в некоторые вузы это учитывается, и это вот пример, вот они когда поступают, там у нас сколько-то баллов, 80 баллов одной, 70, другое, там 100 баллов, третий, предположим, и за вот эту деятельность в сфере добровольчества они могут получить еще порядка 2-3 баллов дополнительно, это бонус. Если у кого-то там равное количество, и у него есть вот эти баллы в сфере волонтерства, это ему очень большой плюс. Поэтому сейчас для того, чтобы вот это все курировать, все видеть, чтобы все было максимально прозрачным, для этого и созданы вот эти два сайта, чтобы не было потом разговоров, там кто-то где-то кого-то продвигает, выбирает, нет, сейчас ребята сами решают, что они хотят, куда они хотят, где они хотят, а вот уже там система, она видит, отслеживает и так далее. То есть, допустим, если молодой человек, он не занимается пока никаким направлением, но очень хочет влиться в направление добровольчества, волонтерства, он может зарегистрироваться и принять участие в этой площадке, даже если он сегодня этим не занимается? Во-первых, конечно же, да, он может зарегистрироваться и принять участие в этой площадке. Во-вторых, если он именно регистрируется на форум молодежь, молодежь 83, то, конечно, он пойдет на эту площадку, и, как правило, у нас 100% участников площадок, они прям вот, ну, прям уходят потом в эту деятельность, занимаются, потому что площадки, каждая, ребята, вот, кураторы площадок, они прям подходят с такой вот, я не знаю, как, любовью к своим площадкам, потому что площадки действительно интересные, продуманные, и общая программа такая вот насыщенная, наполненная, и сама программа площадок. И самое главное, вот второй год у нас уже есть опыт такой, в прошлом году мы это делали впервые, привозили спикера, который именно занимается проектной деятельностью, и он всем ребятам рассказывал, как писать проекты, и что там должно быть обязательно, какие гранты, как это можно получить. В этом году тоже будет спикер, который будет всем рассказывать, как писать проекты и так далее. И второй раз в рамках форума у нас пройдет конкурс проектов, и какой-то один проект получит признание, получит финансовую поддержку на свою реализацию. А все проекты, которые будут реализованы и разработаны в течение форума, в дальнейшем они, во-первых, могут заявиться на другие какие-то конкурсы, а также на наши два конкурса проектов, которые ежегодно проходят. Это конкурс волонтерских проектов и конкурс проектов в сфере патриотического воспитания. То есть вот это вот такой колоссальный опыт. Плюс, если человек хочет заниматься добровольчеством, но не знает как, он может на сайте Доброволец России зарегистрироваться, и там вот есть ссылки на регионы, где можно посмотреть, в каком регионе, где кто чем занимается. К сожалению, у нас еще не вся база там забита, у нас есть там наше движение Доброволец, еще какие-то организации. Вот сейчас мы ведем работу, что и Красный Крест туда уже привлечь и так далее. Потому что добровольцы у нас все-таки уже это не только молодежь, и далеко не только молодежь. И добровольчество не только в молодежной, культурной, социальной сфере, но и другие уже появились. И серебряные волонтеры, и медицинское волонтерство. То есть в рамках площадки по добровольчеству будет разыгрываться грант? Скажем так, это впервые или в прошлом году тоже такое? Нет, грант будет разыгрываться в рамках вообще всего форума, и только один человек, потому что проекты будут писаться на всех площадок, получит по итогам вот этот вот грант на финансирование своего проекта. Но тем не менее, вот когда происходит защита проектов, ребята слушают, ребята запоминают, они понимают, ига, вот здесь можно было сделать так, вот здесь так. У нас хорошая экспертная комиссия, которые уже с проектами хорошо работают. И очень много проектов, которые вот в итоге... В прошлом году было поддержано тоже три проекта всего. В результате те проекты, а было озвучено порядка десяти. Остальные проекты смогли поучаствовать в этом году в конкурсе волонтерских проектов летом, в конкурсе патриотических грантов, и они получили тоже поддержку. Чем разница наших проектов от проектов, которые региональные политики, да, отдел по работе с НКО, у них все-таки гранты направлены больше на некоммерческие организации, официально зарегистрированные. Наши проекты могут получать физические лица на реализацию вот этих социально значимых своих каких-то идей. А традиционно какие направления более сильные по проектам, вот по опыту прошлых лет? Что это за проект? Ну, в прошлом году у нас было впервые, и хочу сказать, что вообще от каждой площадки было представлено порядка двух проектов, и все проекты были очень сильные, интересные, и один из проектов вот в прошлом году был от молодежной избирательной комиссии представлен, об обучении молодежи вот основам права, то, что у них там развернулось, расширилось, и сейчас вылилось в арктическую школу права, уже совсем другого уровня проекта. Потом была идея девочек, которые в волонтерском объединении, которые как раз занимаются работой вот с, ну, по помощи, по оказанию помощи бездомным животным, у них тоже был очень хороший проект, и он тоже у них дальше продолжается. Затем был проект от нашего регионального движения «Доброволец». Проект был направлен на обучение детей, которые учатся, ну, точнее, как правильно сказать, учатся-то они везде, а проживают в детском доме вот основам там всяким разным выходом к реальной жизни, потому что социализация их успешная, потому что всё-таки домашние дети, да, они живут дома с родителями, и они так или иначе вынуждены, там, скажем, да, научиться готовить, ухаживать за собой, гладить, стирать, убирать, и плюс всё равно они ходят в магазин, они уже когда, ну, к 17 годам, когда им приходит пора уезжать из дома, они умеют тратить деньги, они умеют немножко рассчитывать бюджет, они видят, что дома приходят квитанции за оплату, там, то есть всё, то ребята, которые живут в таких условиях, да, они сами не готовят практически, то есть у них есть всякие разные курсы, но, ну, как бы, разовые. Потом, ну, как бы, такие вещи социальные, они не очень хорошо знают, умеют, и вот именно этот проект направлен на то, чтобы рассказывать ребятам о том, как вот, ну, лучше, успешнее пройти социализацию в жизни, потому что часто они выходят в жизни не очень готовые. Ну, это актуальная тема, она сейчас там много обсуждается. Вот, и сейчас вот этот проект ребятами дорабатывается, и вот надеюсь, что они его всё-таки уже доведут до ума и уже продолжат вот конкретную деятельность. Сегодня ещё много говорят о палеотивной помощи, да, медицинские, так сказать, медицинские волонтёры. Есть ли у нас такие? Ну, вот сейчас, на сегодняшний день, у нас такого вот направления, прямо вот как на уровне части регионов, вообще порядка 20 регионов, где развито хорошо медицинское волонтёрство, у нас нету, потому что в основном медицинские волонтёры – это студенты-медики или молодые врачи, которые проходят, скажем так, интерн-интернатуру. Вот, и их функция заключается в том, что они как бы в нерабочее время, в свободное от учёбы время, оказывают помощь медицинским учреждениям, пациентам на дому и так далее. А у нас, как бы, можем сказать, что в принципе это социальное волонтёрство, но этот проект тоже всё равно начал развиваться. У нас его успешно развивает наша региональная организация скаутов. Они развивают сейчас, у них уже был проект, который они выиграли как раз в рамках нашего конкурса грантов по оказанию первой медицинской помощи. У них проходили различные занятия, у них уже была, скажем так, своеобразная такая игра по станциям на оказание помощи. Такой большой блок мероприятий. Ну, в принципе, это тоже можно как бы к медицинскому волонтёрству, но здесь ребята просто, они учатся навыкам оказания первой помощи, но в то же время они не имеют специального медицинского образования. Волонтёры-медики — это всё-таки люди, которые с медицинским образованием. Ну, проект развивается, посмотрим, что будет дальше. Наталья, а по опыту прошлых лет, прошлых форумов много новичков приходит? Ну, вообще, вот, скажем так, с 2016 года, и в этом году вот уже особенно это звучало, что, например, вот эти вот всероссийские форумы, которые были и так далее, стараются, что хотя бы процентов 80 человек, это были новые люди, чтобы не было одних и тех же. Понятно, что есть форум такой, как «Территория смыслов», они там смотрят площадки, то есть есть площадки, куда стараются новичков привлечь, а есть площадки, где им нужны ребята, которые уже прокачаны, у которых там уже высокий рейтинговый балл, и, конечно, они там идут таким образом, отбор. Поэтому на нашем форуме мы тоже решили, что мы стараемся больше привлекать тех, кто ещё не был, тех, кто... чтобы больше людей узнавало об этих площадках, и почему всё-таки направлены площадки в основном на лидеров, да, таких или иных, там, в РДШ лидеры, школа права лидеры, в предпринимательстве там самые лучшие, там, активисты молодёжные. Для того, чтобы эти ребята могли в дальнейшем своим сверстникам, как по принципу диалог равный-равному, рассказывать о мероприятиях, о проектах, о всём остальном. И не всегда же, скажем так, молодёжь, она прислушивается к нам более старше. А своих сверстников они всегда слышат и прислушиваются к ним. И своим примером показывают. Ну, примером тоже показывают, да. Как вы считаете, вот у молодого человека, у новичка, у него должна быть инициатива, или его вот этот лидер может привлечь к этому? Это как-то должно быть собственное желание? Или всё-таки... Ну, вообще, в нашем регионе есть ряд особенностей у молодёжи, да, наверное, в связи с тем, что их чуть больше 9 тысяч, на самом деле, очень мало. Причём это все от 14 до 30 лет входят в 9 тысяч. Поэтому, с одной стороны, у нас молодые люди, они не узконаправлены, как там, например, других субъектов, да. Там этот молодой учёный, это там только волонтёр, этот там только марширует. У нас получается так, что ребята, они везде прям. Он и танцует, и поёт, и пляшет, и исследовательские работы пишет, и ещё волонтёром работает, и ещё и на парадах марширует. Вот, с одной стороны. С другой стороны, наши ребята всё-таки не живут в таком темпе, какой-то, например, в больших регионах, в больших городах, поэтому, ну, слегка их надо немножко растормашивать. И поэтому бывает, что он сам не знает, что ему хочет, что он хочет. Он смотрит, вот этот этим занимается, этот этим, этот этим. А чем я хожу? Чем я хочу? И они начинают себя пробовать. Плюс хочу сказать, что идей у них у всех много разных. Просто они иногда их боятся озвучить, потому что им кажется, что они, может, покажутся глупыми или ещё что-то. Мы, когда вот с ними работаем, у нас вот, например, 25 ноября пройдёт сразу два семинара. Один семинар «Школа-актива» — это для школьников и студентов. Второй семинар для активной молодёжи, «Сила убеждения». Мы стараемся им сказать, что вообще даже самая иногда бредовая идея, она потом может стать реальной, она может стать каким-то крутым проектом, и это вот может привести такую пользу обществу. Поэтому надо всегда вот с этой идейки маленькой начинать, потом её разворачивать, дорабатывать. И вот на это как раз нацелены площадки форума, чтобы ребятам помочь вот выйти из этих своих рамок. Они же сейчас ещё в связи с тем, что очень много проводят времени в интернете, в социальных сетях и так далее, нередко не умеют общаться вживую. И всегда вот такие подобные мероприятия, семинар, форум, всё что угодно, оно начинается с тренингов на сплочение. И даже вот эта элементарная зарядка, которую мы раньше делали в школе каждое утро, там всем классом, всей школой, это казалось нормально, сейчас для них это дико, они стесняются. Но, поверьте мне, к третьему дню они все дружно её делают, все вместе улыбаются, и у них уже хорошее настроение, потому что это тоже такой своеобразный тренинг на сплочение. Когда пройдёт форум? Какие дни? Сколько дней продлится? Форум пройдёт с 8 по 10 декабря. Он будет проходить пятница, суббота, воскресенье. Завершится он в этом году традиционно. В прошлом году у нас был эксперимент, мы разделили молодёжную ярмарку и форум. Решили попробовать, как получится. В этом году мы вернулись к тому, что форум традиционно завершится ярмаркой детских молодёжных объединений, на которой будут подведены итоги года работы, итоги форума. В этом году у нас 16 ноября исполнилось 10 лет со дня создания нашего регионального молодёжного центра, и ярмарка поэтому у нас будет посвящена вот этим всем датам различным, и очень много будет всего интересного, поэтому мы ждём на ярмарке всех, не только участников форума, не только участников детских молодёжных объединений, но и всех желающих, потому что очень много интересного. Наталья, я знаю, что это не единственное мероприятие, это не единственный форум, есть ещё площадки, на которых можно принять участие. Расскажите немножко о них. Ну, до конца года у нас ещё пройдёт несколько больших таких крупных мероприятий. 5 декабря у нас традиционный Международный день добровольцев-волонтёров празднуется и во всём мире, и в России. В этом у нас, начиная с 2015 года, проходит слёт добровольцев Нинского автономного округа. В этом году это будет уже третий слёт, но в связи с тем, что часть ребят у нас будет принимать участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве, форум добровольцев в России. Мы решили, что в этом году слёт добровольцев пройдёт 1 декабря, он будет проходить в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. В нём могут принять участие не только добровольцы-активисты, они, естественно, будут, но и все желающие, потому что ребята там будут рассказывать о своей деятельности по итогам года, о своих проектах, о своих организациях, о своих площадках. Кроме того, вот уже сказала, 25 ноября у нас пройдёт два семинара, к сожалению, на них тоже была регистрация через АИС «Молодёжь», и, к сожалению, уже на один семинар уже вся квота выбрана и перевыбрана, там зарегистрировалось на 10 человек больше. На второй семинар, я думаю, что там тоже уже будет скоро всё, зарегистрация закрыта, потому что они уже оба через неделю. Вот 1 декабря, повторюсь, это будет «Слёт добровольцев». 3 декабря, это воскресенье, традиционный митинг пройдёт, посвящённый Дню неизвестного солдата. 8, 9, 10 декабря форум. 10 декабря завершает ярмарка, и традиционно год у нас завершается. Дату пока сказать не могу, но новогодним молодёжным балом, куда приглашается самая лучшая, самая активная молодёжь по итогам года, где будут также награждаться различными благодарственными письмами, наградами по итогам года, ребят. Давайте ещё раз напомним о регистрации на АИС «Молодёжь». Хорошо, регистрация на АИС «Молодёжь». Если вы ещё не являетесь участником этого сайта, АИС «Молодёжь» — это автоматизированная информационная система молодёжь России. Вам нужно выбрать, просто не надо вот это всё расписывать, в интернете выбирайте «АИС «Молодёжь». Выходит ссылка, выходите, получается такая белая-синя-голубая страничка, либо с портретом девушки, либо с юношей, картинка меняется. Выбираете слово «регистрация». Регистрация довольно простая, проходите её, там вводятся персональные данные, не пугайтесь, там очень большая, высокая защита этих данных. АИС «Молодёжь» использовался дополнительно как сайт при регистрации на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, где было зарегистрировано 25 тысяч человек. То есть все данные ваши персональные, они там сохраняются, всё нормально. После того, как вы прошли первоначальную регистрацию, вам на вашу электронную почту, указанную при регистрации, приходит ссылка. По этой ссылке вы заходите на сайт, вводите свой логин и пароль, и дальше заполняете свой личный кабинет. Там порядка шести вкладок самых разных, достижения, деятельность и так далее. И вы выбираете вот в этих вкладках достижения, прописываете как можно больше о себе, в деятельности, пишите всё, что вам интересно. Если вы ещё не определились, то в этом случае можно выбрать вообще там все направления. Но там всех очень много, поэтому какие-то особо главные направления. Затем вы это всё сохраняете. И слева на странице под вашей фотографией и под QR-кодом, который мы пока не используем, но на всероссийских мероприятиях этот код уже используется, размещены различные вкладки. Выбираете вкладку мероприятия, заходите туда, и первое, это будет мероприятие, которое проходит в вашем регионе. Там все наши мероприятия перечислены. И вторая вкладка, это мероприятие, которое проходит в целом по России. Можете выбирать любое мероприятие, регистрироваться. Если регистрация закончена, там будет и написано, что регистрация на данном мероприятии уже закончена. Вот. Что хочется ещё сказать. Вообще на сегодняшний день воист молодежь, около 500 тысяч человек со всей России молодежи зарегистрировано. В нашем регионе около 400. Ну, то есть вот такие цифры. Человек, не тысяча. Человек. Наталья, спасибо вам большое. Желаем вам активной, побольше активной молодежи, успешного проведения форума. Это было актуальное интервью. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok